Добрый день, дорогие читатели! Устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами прочитаем вместе одно из сказок замечательного северного писателя Степана Григорьевича Писахова. В этом году ему исполняется 145 лет со дня рождения. Имя Писахова известно всем архангелогородцам. Не так давно он еще ходил по улицам Архангельска и был живой достопримечательностью города. Степан Писахов известный северный сказочник и художник, учитель рисования, путешественник и краевед. Он родился 25 октября 1879 года в Архангельске и прожил в нем почти всю свою жизнь. Похоронен на Ильинском кладбище. В библиотеке Архангельском литературном музее есть экспозиция, посвященная его жизни и творчеству. Первая небылица Степана Писахова «Ни люба, ни слушай» была опубликована в 1924 году. В 1938 году в Архангельске вышла его первая книга сказок, а в 39-м в 60 лет сказочника приняли члены Союза писателей. Сказки Писахова о севере, о любимом архангельском крае. Место их действия деревня Уйма. Упоминаются также Жировиха, Лявля, Заостровье, Кегостров, районы и улица Архангельска, Белое море и Северная двина. Давайте послушаем одну из сказок Степана Григорьевича Писахова. Перепелиха Степан Григорьевич Писахов Глянь-ка на улицу, видишь, перепелиха идет. Сама перестарок, а идет фасонисто, как таракан, поговорите пяти. Голос у нее такой пронзительной силы, что страсть. Из чего взялось? С медведя. Пошла эта перепелиха, то вот ее другами звали, за ягодами. Ягода брусника спела, крупна. Перепелиха торопится. Ягоды собирает грабилкой. Ты знаешь грабилку-то? Такая деревянная, сходная с ковшом, только долговато. С узорами по краям. У перепелихи было бабкино приданно. Ну да ладно, собирает перепелиха ягоды и слышит. Что-то трешит, кто-то пыхтит. Голову подняла, а перед ней медведь. И тоже ягоды собирает. И тоже торопится, рот напевает. Перепелиха со всего голосу как взизгнула. И столь пронзительно, что медведя насквозь проткнула. И на повал голосу мупила. Над медведями еще долго визжала, верешала, боялась, как бы не ожил. Взяла медведя за лапу и поволокла домой. И всю дорогу голосу мерещала. И от того самого места, где медведя убила, и до самой уймы просека стала. Большие и малые дерева и кусты порубленными пали от перепелихи нового-то голосу. Дома за мужа взялась. И пилила, и пилила. Зачем одну в лес пустил? Зачем в экоопасность толканул? Зачем не помог медведя волокчи? Муж перепелихин рта открыть не успел. Перепелиха его перепелила. В мужике сквозь нады раз осветилась. Доктор осмотрел и сказал. Кабы в сторону на вершок и сердце прошибло бы. Жить доктор дозволил. Только велел сделать деревянную пробку. Пробку сделали. Так с пробкой и ходит мужик. Пробку вынет. Через дырку дух пойдет сквозной. И заиграет музыкой приятной. Перепелихин муж изловчился. Пробку открывать да закрывать. Плюсова музыка выходит. Его на свадьбу зовут за место гармониста. А перепелиха с той поры в силу вошла. Ей пересить никто не моги. Она первонаперво ум отобьет. А после того голосом всего и сшиплет, прицарапает. Мы выторапливались уши заткнуть. Коли ухом не воймуем, на нас голос перепелихи и силы не имет. Один, а вы видим, куры, собаки и кошки всполошились. Кто куда удирать? Ну, нам понятно. Это значит, перепелиха истошным голосом завершала. Перепелиху, видишь, кто-то в деревне жаровихи обругал? А ли в гостях не назвали самолучшей гостюшкой? Перепелиха отругиваться собралась. А для проминания голоса у нас в уйме силу пробует. Мы ее, но повадку, вызнали. Сейчас уши закрыли, кто чем попала, кто сковородками, кто горшком. А моей жены бабка ушатом накрылась. Попадя перину на голову вздыбила, одеялом повязалась. И мимо перепелихи павой проплыла. Подолом пыль пустила. Уши затворены, и вся ересь голосова нипочем. Перепелиха со всей злостью крутнулась на жаровиху. А жаровихинцы уж приготовились. Двери у кошки затворили накрепко, уши позаткнули. Дома, которые не крашены, нас карамелом вымазали. Накрашена, перепелихин голос силы не имеет. Вот перепелиха по деревне скется, изводится. А все безо всякого толку. Жаровихинские жонки из окошек всякие ругательные рожи корчат. Увидала перепелиха один дом некрашенный. К тому дому подскочила. От дома в раз щепки полетели. Жил в том дому мужичонка по прозвищу опара. Житишко у опары маловытно. Домишко чуть на ногах стоит. Опара придумал на крышу ушат с водой затошить. Водой-то и чокнула перепелиху цельным ушатом. Перепелиха смокла и силу голосову потеряла. Жаровихинские жонки выскочили. А в руганье они поратанно тарели. И взялись перепелиху отругивать и за старо, и за ново, и за сколько лет вперед. Про воду мы в соображение взяли. Стали перепелиху водой тихомиривать. А коли в гости придет, мы ковшик с водой перед носом поставим, Чтобы голосу своему меру знала. Перепелиху мы и на общественную пользу приспосабливаем. Как чище мину задумаем, перепелиху посылам. Дерева до кусты голосом рубить. Вот уже много лет с нами нет Степана Григорьевича Писахова. Но звенят струны его сказок. Особые волшебные струны. Субтитры создавал DimaTorzok